energy dragon разбуди в себе дракона артём приветствую рад видеть тебя дома в здравии ты уже добрался до алматы насколько я знаю расскажи как себя чувствуешь знаешь во время поединка казалось что артём принимает очень серьезный ущерб на себя что тебе сказали врачи вот насколько эти удары серьезно сказались на твоем здоровье ну но сломана двери свечки ушибы не прям сильно настолько сломал остальное все быстро заживется нос будет заживать месяц 2 а во время боя это чувствовалось вот сломаным носом как-то повлиял на ход поединка я ничего не чувствовал сломал да насколько я знаю или трещина там да я не проверял мне говорят сделай снимок сделай снимок не знаю снимать могу сейчас что-то проверять ну даже трещина будет что-то мне даст перелома точно нет перелом был бы я не знаю на стены вылез ну да это да артём ну и сам по самому поединку какие у тебя мысли уже несколько дней прошло думал ли ты над тем что пошло не так почему вот бой не не удался эти хорошо подготовился кемплану не давал мне не давал мне знаешь дистанцию все время разрывал работу на своей удобной дистанции и когда я пытался ударами зайти есть люди которые стараются перерубить вот а он не старался я даже специально джеб кидал основался думал сейчас эдик пойдет с ударами он не идет то есть он работал по гейплану действовал так как так как нужно было для победы а был ли у тебя скажем так план б тот который ты применишь если борьба не пройдет думал ли ты об этом я не был плана на борьбу основном бег у меня тоже плана удар но не давал мне дистанцию вообще не давал работать только он все время фронт кики кидал держал меня на дистанции начинал подходить он отбегал потом на удобной своей дистанции разрывал у него очень хорошее чувство дистанции и вот он за счет этого не давал мне работать а вот те моменты когда все таки ты сокращал дистанцию когда сбивал его с ног оказывался за спиной и так далее а как ты считаешь мог бы ты использовать эти ситуации лучше для себя не мог почему он мне отбил руку я не мог сжимать кулак я даже левой рукой бить тяжело было мне она не имела вся я не мог сжать кулак вот так полностью чтобы держать она вот у меня так сжималась дальше не шла рука то есть ну не знаю может это план был его осушить мне это предплечье чтобы захвата не было может само так получилось но в этом бою было все против меня он грамотно опускал голову знал что я бью апперкоты я это почувствовал потому что слишком низко опускал голову апперкот доходил до цели но не нёс ущерба не нёс урона потому что слишком низко голова была и для апперкота не было разгона то есть эти выучил каждое моё движение просто в этом бою был как знаешь какой-то доктор наук понимаешь я не ожидал от него такой работы я просмел все бои его и он работал со мной вообще абсолютно в другом ключе не как с остальными бойцами то есть я не был готов к такой работе этих я смотрел как он бьет смотрел как он работает как он идет вперед и со мной была другая картинка не как с юсуфом и как с мухаммедом коковым не как с филунга то есть он абсолютно другую тактику выбрал ну и наверное вот эта травма руки как раз таки объясняет то что он вот твои захваты буквально разрывал ноги были очень удивлены думали неужели эдик такой сильный физически этот основе ты я так скажу саня сорновский лёв пунчика любой мой спайный партнер хвалил мой захват и они все были удивлены как я могу контролировать держать человека я вот у меня статика именно захват я могу схватить и вот не отпускать они даже мне говорят артём ты хоть с руки бей ты схватишь и вот спинаешь 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 и делишь и нам не делать работать и сам не работаешь то есть я мог у меня статика была я мог все раунды держать а тут он просто отсушил мне руку и я не мог взять замок замок раскрывался в секунду основе ну сам подумай по любому секунд 20 я мог бы удержать даже просто а я проходил и он секунду раз разрывает это уже не бывает даже боец не сильно физически ну 20 секунд тридцать секунд он может постоять за спиной а тут я делаю тогда он просто раз и захвата нет ну я уже знал что не будет захват я уже я проходил знаешь попытка не пытка но я знал что я не могу контролировать когда у тебя кулак не сжимается понимаешь как ты будешь сжать кулак артём а что заставило тебя вот несмотря на этот принятый ущерб настолько долго оставаться в бою потому что очевидно что на твоем месте там 90 95 процентов сдались бой бойцов я выхожу драться до конца и я до сих пор переживаю за то что не стал последний раз я думаю ну не начал добивать я думаю у меня не встал даже сейчас я себя горю что нужно попытаться встать последний раз да на самом деле ты проявил характер это было очевидно знаешь это что эту сцену так эмоционально разбавило то что рядом с тобой находился отец хочу извиниться ребят перед вами спасибо что вы приехали папа перед тобой что заставило тебя волноваться переживать не хотел я тебя хотел порадовать потому что мои победы это в первую очередь для родителей мой отец мой тренер и после боя он так знаешь когда ты извинился перед отцом перед болельщиками он тебя так при обнял вот расскажи немного об этом насколько то что отец был рядом было важно для тебя и вот в такой момент когда поражение первое поражение в лиге эйси эй этот момент вот насколько он был трагичным для тебя ну знаешь любого поражения трагичным я уже от них проигрывать знаешь я тебе так скажу для меня это хороший спинок под зад чтобы у меня была цель я не проигрывал шесть лет я себе уже так уверен что у меня восстание снизу что я проигрываю просыпаюсь поту думаю как я мог проиграть то есть я уже настолько поверил свою непобедимость что для меня это хороший урок хорошая мотивация и я думаю ну сейчас выиграю мне уже предложение с наших казахстанских либ за хорошие деньги за прям хорошие деньги что я выступил я думаю ну выиграю я сейчас пояс ну два-три боя можно легких сделать всеми семь потом либо в эйсей продолжить либо в белоторе предложить но два-три боя в казахстане сделаю заработаю хорошо и сильно утруждаться не буду сильно как бы знаешь а сейчас я думаю а зачем мне даже эти деньги нужны когда мне нужно доказать всему миру что я чё-то могу что я топ боец не надо драться с лучшими вот сейчас я так думаю понимаешь чуть как изменилась моя мое направление изменились деньги на конкуренцию ну да приоритеты по-другому расставлены и тем знаешь тем интереснее как ты воспринимаешь высказывание артем резников оказался переоцененным вот мы и увидели до сих пор у него был спортивный фарт а как только попался соперник такого уровня он проиграл что ты отвечу таким ребятам ну еще пять побед у меня было да вроде это вторая лига мира лучшие бойцы и там проходных бойцов нету просто нету проходных бойцов пусть и ребята которые говорят они просто выйдут в октагон потому что это говорят только те люди которые не дрались никогда в октагоне бойцы такое не скажут ну и знаешь ты после боя отмечал то что как ты и сейчас сказал хочется доказать что ты чего-то стоишь хочется доказать что-то топовый боец и вот сейчас мне кажется как никогда актуально ваша встреча с али баговым что-то насчет этого думаешь у вас есть предыстория и более того во время поединка я не хочу наговаривать ни на кого но мне показалось что али его брат очень так серьезно поддерживали эдика этот бой все долго ждут года два все о нем говорят я думаю настало время все разговоры закончились и пора пора сделать а примерно вот по ощущениям когда бы ты хотел подраться когда провести бой декабрь я думаю ну смотри я пораньше подрался два месяца мне сказали нельзя бороться нельзя ничего делать из-за носа ну ладно врачи преувеличивают а примерно мы понимаем но месяца полтора я думаю надо лишний раз поберечься чтобы не добить месяца полтора а потом начать готовиться примерно начало декабря но тем более что и сам али восстанавливается после операции после операции на колене и мне кажется для него то тоже хорошая дата бой артем еще один момент даже тогда а в чем принципиальность именно вот такого формата формата потому что все скажут все сказали если бы было пять раундов али выиграл шайхаевом многие-то говорят с этим согласен что говорят да да говорят выиграю в трех раундах в бою также будут говорить а я не хочу чтобы говорили ну аргумент весом их на самом деле будем ждать ответы от али еще один момент артем после вашего поединка с эдиком октагон вышел в клетку вышел юс фраисов и в качестве интервьюера он взял интервью у тебя взял интервью эдика и мне кажется довольно благородно себя повел когда он не стал поддевать тебя наоборот где-то эдиком подделка увидимся в бою после боя и так далее насколько для тебя было приятно это ну знаешь у нас в лиге вообще и в лиге и знаешь я тебе так скажу про бойцы которые на уровне они все достойны это не поп и мм а бойцы мы друга поддевать задевать это не мужская тема юсуф настоящий мужчина настоящий достойный парень и я даже знаешь никаких сомнений не было даже когда вышел никаких сомнений не было что он скажет достойную речь поведет себя достойно потому что за ним никогда не прослеживалось чего-то такого неправильного в данном случае учитывая в любом случае и поражение учитывая не самое лучшее твое состояние не хотелось бы знаешь говорить о деньгах и так далее но все-таки мне кажется это то что позволяет нам изменить нашу жизнь удалось ли тебе реализовать свою мечту и купить квартиру родителям ну сейчас смотрим ездим квартиру конечно как тебе сказать ну будем смотреть я я думаю на квартиру очень хорошие такие гонорары я никогда не получал это первые вообще все гонорары хорошие которые были в гранд-бри но этот особенный еще приятно приятно что повели себя так эдик повел себя так мэрбек сулумбекович и это знаешь даже не в деньгах а во внимании в первую очередь во внимании то что так да да конечно тем более знаешь мы перед боем с мэрбеком сулумбековичем общались и мы говорим мэрбек тебе нужно выйти победить наградить победителя надеть пояс потому что ты как бы то кто начал это все он горит если артем выиграет я выйду говорит обязательно награжу его а если нет говорит я подумаю улыбнулся но мы все-таки настоялись чтобы он вышел и на самом деле мне кажется болельщики очень много преувеличивали когда говорили о его отношении к тебе о том что знаешь ну не нравится ему прием северю но это его мнение это же не показывает отношение к человеку ослабек я тебе так скажу как говорится одна одна такая какой бы ни был фильм главная хорошая концовка концовка была очень все вышли смотри и с юсефом у нас были недопонимания с эдиком были какие-то недопонимания с мэрбеком сулумбекович и мы все вышли и все дружно дружно поговорили обменялись дружно дружескими словами хорошо все закончилось вот и все да на самом деле это было очень приятно артем а как ты считаешь вот понятно что ты хочешь подраться с али баговым этот бой он максимально логичный а что для эдика вартаняна ты как скажем так человек любитель ммай видишь с кем бы ты хотел увидеть его бой ну за пояс сессии реванш и как ты считаешь этот поединок пройдет сегодня учитывая тот ход который набрал эдик и то что аббулазиз простаивает ну вообще самое правильное для аббулазиза был бы бой с мухаммедом как он победитель вышел бы на эдика и это было бы правильно почему потому что простой бы закончился аббулазиза а так тяжело тоже эдик провел три боя аббулазиз простоял этот год правильно эдик за этот год три боя провел сразу уходить это было бы знаешь как это не честно что ли было преимущество на стороне эдик и по-любому аббулазизу надо провести один бой перед этим боем там я посмотрел бы конечно было бы очень интересно и мотивация и он бы лучше себя показал чем в бою с и мне кажется все таки знаешь эдику неприятны те ребята которые могут сильно ударить его мне кажется вот это стилистически как бы вот этот момент тоже присутствует хотя он очень умный боец замечаю тяжело с теми кто на него прет и рубится кидает удары прет и кидает удары постоянно эдик немножко вторым номером плохо работает если кто чувствует дистанцию и постоянно накидут удары тот может работать стилистик очень влияет если ты не можешь нащупать дистанцию по стилистикам сложно ну в принципе все артем что ж финал лиги в гран-при в лиге эйсей это очень серьезное достижение ты вышел финал ты победил пяти поединках подряд не хватило немного но очевидно что у тебя будут еще шансы сразиться со всеми топовыми бойцами и доказать свою состоятельность и доказать что ты тоже топ не расстраивайся здоровья тебе привет родителям на связи привет всем тоже на связи спасибо большое удачи слива